Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и в этом видео я хотел бы высказать свое мнение по поводу прошлой презентации PlayStation, ну а также объяснить, почему на мой взгляд PlayStation 5 не обыграла Xbox Series. В этом видео поговорим о цене, о играх и советую ролик смотреть до конца, чтобы узнать все подробности. Повторюсь, что в видосе будет много субъективного мнения, если вы с ним будете не согласны, то напишите иную точку зрения в комментариях. Перед началом видеоролика попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ну а также напишите, какую консоль вы собираетесь покупать. Начнем с того, что 16 сентября вечером прошла презентация Sony. Кстати, большое спасибо за то, что смотрели, спасибо всем тем, кто пришел, очень классный был стрим, особенно рофлы про раков и шашлычок, это прям вообще топ было. Эта презентация должна была быть по сути жирной точкой к выбору той или иной консоли, поскольку в ноябре стартуют продажи. Но получилось так, что Sony не показала каких-то новых игр, показала лишь пару геймплеев игр, которых она анонсировала на прошлых презентациях, заанонсили продолжение бога войны, что было круто и наконец-таки объявили цену и дату выхода PlayStation 5. Но сказать, что Sony убедила всех в своей покупке, особенно на старте, я сказать, к сожалению, не могу. Если что, для всего мира PlayStation 5 с приводом будет стоить 500 баксов или 500 евро, а версия без привода будет стоить 400 баксов или 400 евро. Для России же PlayStation 5 будет стоить с приводом 46 999 рублей, а без привода 37 999 рублей. Выйдет консоль 12 ноября в некоторых странах, а во всем мире выйдет 19 ноября. В принципе, Sony большие молодцы, что посмотрели на своего конкурента и подправили цены. И знаете, мне кажется, что если бы не Xbox со своей ценой, то думаю, плойка могла бы стоить намного дороже. И вообще, разница за консоль с приводом и без, ну какая-то слишком большая, на мой взгляд. Не думаю, что привод такой дорогой. Но опять же, это мелочи. Если сравнивать данные цены с ценами консоли Xbox Series, то в принципе можно порадоваться за то, что консоль нового поколения без привода, которая ориентирована на 4К, будет стоить всего лишь 400 баксов. Считайте, тоже очень шоколадная цена, но не забывайте, что мы живем в России. И если же сравнивать цены у нас, то получается, что предложение от команды Xbox в нашей стране намного выгоднее, чем у PlayStation 5. Напоминаю, что Xbox Series S в России у нас будет стоить всего лишь 27 тысяч. Плойка без привода будет стоить 38 тысяч. Я прекрасно понимаю, что там есть 4К, тут нету, но запомните одно. И там, и там есть тот самый Next Gen. Трассировка лучей, 120 FPS и прочие приколюхи. И для СНГ переплачивать 11 тысяч ради разрешения 4К может показаться слишком дорого. Когда я смотрел прессу, да и до нее, я лично рассчитывал увидеть нереально жесткие аргументы к покупке новой консоли. Мол, ребята, у нас есть эксклюзивы, эксклюзивы, ну и эксклюзивы. Но, по-моему, на этой презентации все были нацелены увидеть как можно больше клевых эксклюзивов. Ну, а получилось так, что большинство это была мультиплатформа, а топовый экс по типу паука выйдет еще и на PlayStation 4. Кстати, вторая часть Horizon тоже туда же выйдет. С точки зрения обладателя PlayStation 4 это была безумная радость, ибо эти игры не планировались выходить на пастген, но с точки зрения приобретения новой консоли это минус аргумент. Ибо плойка манила как раз таки именно играми, именно эксклюзивными играми только для PlayStation 5. Если я не ошибаюсь, единственный аргумент в качестве стартового экза остался Demon's Souls. По последней инфе он даже на пока не выйдет, и это будет просто экз с Sony 5. Но знаете, если честно, очень странно получилось, потому что на презентации сказали, что игра выйдет, в итоге потом сказали, что она не выйдет, в итоге мне кажется, что она выйдет, но со временем. Короче, какая-то неразбериха с этой игрой, но лично меня она не цепляет, как-то, ну, не люблю соусы. Также ко всему этому тизернули новый Good of War Ragnarok, что в принципе было неплохо и неожиданно, но лично меня этим не убедить брать эту консоль конкретно на старте. Самый главный аргумент в покупке PlayStation 5 на старте я видел, наверное, только ради нового Человека-паука, ибо я, ну, действительно хочу поиграть в эту игру. Но теперь же, благодаря последним новостям, я просто смогу взять, уклонить плойку четвертую и ее пройти. Не думаю, что будет какая-то невероятная разница в графике между поколениями, поскольку первый паук на PlayStation 4 FAT выглядел просто великолепно. Кстати, о цене и играх. После презентации она ждала немного печальной новости, а именно то, что Sony поднимает цены на свои эксклюзивы, и они будут стоить 70 баксов или 80 евро. После этой новости я офигел, поскольку в нашей стране, если считать по евро, игра будет стоить целых 7000 рублей. И тут сложилось такое ощущение, что Sony пошла на вариант снижения цен консоли путем увеличения цен на игры. Если что, насчет этой новости вышла инфа в России, и она не такая плачевная. Первая игра, которая будет иметь полноценный Next Gen ценник, это Demon's Souls. Она будет стоить 5500, что не так плачевно, в принципе. Поэтому не особо паникуйте за 80 евро, но копите денежки, ибо это дофига. И тут, ребят, на мой взгляд, в этом плане команда Xbox, ну просто уделывает своей подпиской Ultimate. Даже если не брать во внимание буст, лайфхаки и тому подобные способы сэкономить, за 11000 в год вы получите множество игр, а также эксклюзивы Microsoft в день релиза. К тому же вы получите игры еще и от электроников, ибо в конце года подписка EA Play войдет в состав Ultimate. Я не знаю, как за рубежом, но в России ценник очень важный аргумент покупки того или иного устройства, ибо мы не богатые, и мы любим экономить. Я в комментах видел такое мнение, мол, многие типа переплатят 11000 и возьмут себе PlayStation 5 без привода, ибо тоже шоколадная цена. Если что, это не 2К переплатить, даже не 5, а 11. И в СНГ 11000 это деньги. И это все при условии, что есть вариант намного дешевле, с тем же самым Next Gen'ом и 120 FPS. Да, не 4К, но все же. Вот, кстати, напишите в комментариях, что вам вкуснее, Xbox Series S или PlayStation 5 без привода, и объясните почему. Также, если полагаться на это мнение, то 11000 переплачиваются за отсутствие возможности покупать игры на вторичке, что для любителей плойки в нашей стране по нынешним новостям это не очень. Ибо покупая консоль без привода, это по сути приговор покупать игры за 5500. Если что, 5500 за полноценную Next Gen'у игру, это вроде как обычная версия. Плюс до сих пор у многих нет 4К телека, и большинство гонится именно за кадрами в секунду, а не за разрешением. И на мой взгляд, с помощью всего, Xbox это очень крутой вариант для Next Gen'а. Сейчас, в принципе, в головах у многих такая мысль, возьму Xbox Series S и пас, и больше ничего брать не буду. Это по сути реально так. Опять же, война консолей только начинается, ибо что Sony, что команда Xbox, они не показали тех самых тайтлов, которые все ждут. God of War, Fable, Forza и так далее. И когда подвезут тот самый Next Gen, тогда и пойдет та самая жара, а пока многие могут сидеть на старых консолях и проходить большинство новых игр. Также хотел бы в этом видео высказаться насчет тех самых продаж, мол, Плойка, несмотря на все это, в любом случае порвет Xbox, Xbox Rip и так далее. Плойка продастся больше по всему миру, и это практически факт. И мне кажется, мало у кого по этому поводу есть какие-то сомнения, ибо это реально сильный бренд в игровой индустрии. Но, повторяюсь в который раз, я чаще всего рассматриваю ситуации не со стороны инвестора, не со стороны экономиста. Просто, видимо, большинство себя такими считает и парится за продажи компаний, которая с них же берет деньги. Ну, как-то это бредово, что ли. Я рассуждаю всегда с точки зрения простого потребителя, и мой вопрос на новой консоли всегда стоит такой. А что я получу, если я куплю ту или иную консоль? Продажи на самом деле нафиг не сдались, как и мне, так и вам, поскольку это не показатель надобности в этом продукте. И самое главное, от них нам не горячо и не холодно. А отвечая на вопрос, что получу я и по какой цене, Xbox лично у меня стоит в приоритете, ибо это отличное предложение цены-качества. Единственное, многим, скорее всего, будет проблематично сменить консоль на другую, так как если вы переходите, например, с плойки на Xbox или наоборот, по сути вы теряете всю библиотеку своих игр. Но в ситуации, когда вы с PlayStation 4 переходите на новый Xbox, это сделать удобнее, поскольку подписка решает очень многое, и при ее наличии на новой консоли вам будет во что поиграть. Этим видео я ни в коем случае не хочу сказать, что там плойка какое-то говно, ненужная консоль. PlayStation 5 это, по сути, такая же next-gen консоль, как и Xbox, со своими плюсами и минусами. Если вы, несмотря на то, что все, что я перечислил в видео, хотите ее купить, покупайте, самое главное, чтобы она вам нравилась и вы получали от нее удовольствие. Я же плойку, наверное, рассматриваю только ради будущих экзов, но мое сердце все-таки лежит к Xbox, и переходить с него я не собираюсь. Вот такое вот у меня мнение, обязательно пиши свое, если видос понравился, ставь лайк, подписывайся на канал, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч!